доброе время суток с вами снова железнодорожник дэн и хочу сейчас поговорить на интересную тему система пневмообдува на железных дорогах в общем-то читал информацию я информации как правило очень мало я вам хочу рассказать может кому-то пригодится эта информация побольше информации в общем-то видим ресивер дома на сам ресивером воздухосборник вот они обычно 7 кубических сантиметров есть 5 кубовые 10 кубовые начнем с того что с ним магистрали струк трубы вот основная труба должна быть положено на какие-то козлы или специальные приспособления примерно сантиметров 20 от земли диаметр можно может быть разный но чем больше диаметр сами знаете тем больше пропускная способность воздуха потому что воздух подается на стрелочные переводы я буду вкратце говорить вот нужны ли компенсаторы то есть компенсаторы мы знаем что нужны для того чтобы как говорится трубы народе говоря не становились гармошкой то есть были ровно аккуратные я скажу так работаю я 30 лет системе пневмообдува и должен сказать что принципе работа пневмосистемы может быть и без компенсаторов то счет мы видим наглядно компенсатор буквой п он дает то что если воздух резко открыть краном то получается если по прямой трубе погонит может или труба лопнуть вот или же ну как говорится стать гармошкой то есть ее может увести туда-сюда то есть компенсатор дает право такое чтобы трубы были ровные значит так скажу сразу если вы делаете новую трассу пневмо магистрали то желательно конечности длинный участок в каждом там с километр до то желательно поставить пару компенсаторов через 250 метров их можно разными сделать можно небольшими как вот это тут тут примерно метр двадцать получается длина и длина его прошу прощения и сам он буквой пэшка примерно метр где-то можно и без использовать как говорится без компенсатором ничего страшного у меня есть трубы лежат где на земле и используется без компенсатора то есть если есть перехода через железнодорожный путь то тогда можно как говорится но один компенсатор до 2 поставили нормально будет вполне это на примерно 500 600 метров вот больше не надо на 250 может один компенсатор ставить если у вас же есть трубы которые проходят под железнодорожным полотном может я какие-то термины неправильно буду говорить уж меня извините потому что я как говорится в основном связан с трубопроводами на железной дороге вот эти же как говорится нема трубы идут под железнодорожным полотном то они сами компенсируют там тоже получается как компенсатор ставится буквой п и получается что компенсируя этим воздух как говорится трубы гармошкой не делают но сейчас все скажу о главном дело в том что если вы делаете переходы да я вот тоже думал сколько же там надо сантиметров глубиной зарыть трубу вот чтоб она прошла под шпалами и вышла наружу так вот сразу говорю если работает техника такая называется в прс до выправляет железнодорожные полотно пути то желательно от шпалы от нижней части шпалы не от верхней от нижней части шпалы углубляться на 40 сантиметров это очень удобно не будет мешать путейским работам вот так же сейчас еще скажу если допустим вы ставите новую систему пневмо обдуву на станциях обдуву на станциях конечно желательно использовать что для этого влагоделитель раз потом сушилка но то если роскошно сушить воздух в общем ставится так компрессор потом идет сушилка которая сушит воздух потом она идет в холодильник и уже затем во влагоделитель но это очень много и сейчас такого не применяется у нас так вообще просто сразу трубы идут и все то есть у нас влагоделитель если вы влагоделитель не поставили ничего страшного вот будет такая штука что вот в ресивер будет попадать воздух да и он принципе там оседает влага а внизу вот либо краник либо такая вот трубка видно открывающую и воду оттуда стравливаешь то есть всего лишь надо будет тогда если нет влагоделителя почаще ходить стравливать конденсат конденсат лучше всего стравливать когда получается с минуса на плюс температурой с плюса на минус но это для тех кто не знает вот допустим плюс 2 а там послезавтра минус 5 тогда желательно стравить его через концевые краны или как они называются колонки мы их называем вообще гусаками да при этом я еще должен напомнить что когда вы трубы проложите под рельсами желательно их обозначить такими флажками примерно чтобы было видно где чего вот ну сейчас я покажу дальше в общем-то я рассказал да что ничего страшного если влагоделителя нет тогда почаще сливать их с ресивера сливать и воду оставшуюся и на концах одной стороны другой стороны станция имеет два сторона 2 2 стороны ну как говорится допустим четная горловина нечетная в конце этих кусаков или распределительных колонок вот таких до стравливайте воздух просто напросто ну воздух открывайте будет выходить конденсат виде воды теперь интересно еще сейчас я подойду ну я слышал так видеоролики смотрел что она называется разборная колонка мне это очень тяжело запомнить я привык у нас сленг такой называется это гусак концевой кран вообще-то если ставится на вагоны то это называется концевым краном но мы в народе гусаками называем что прикрепляем гусаку это называем лягушкой хотя может и неправильно такой час я хочу поговорить какая высота должна быть распределительной колонки от опять скажу не от полотна железнодорожного а трубы потому что полотно может ниже может выше но можно делать и от головки рельс в общем то смотрите колонка у меня распределительная ли гусак я буду гусаком называть должна быть вот так вот сделано то есть это как говорится бабушка должна именно вот так эти почему потому что удобно тогда лягушку вставлять вот и я обычно делаю на высоте я читал читал литературу думал что какие-то дадут не эти самые как говорится какие-то думал дадут мне данные по высоте этих гусаков распределительных колонок но ничего мне не дали в общем то я понял что лучше всего лучше всего поднимать на метр высотой но здесь ведь у меня труба идет да там просвет внизу получается так что от начала трубы вот от этой высотой должна быть примерно сейчас скажу метр но если у вас такая система как у нас сейчас вот а дальше покажу пройду то есть если трубы лежат полностью на земле тогда можно скажем так от основания трубы на метр смело поднимать очень удобно и все но если допустим как здесь у меня витю просвет просвет и опять же колонка вот то тогда ну если метр скажем да здесь на 30 сантиметров поднята ну посчитать это очень просто 70 сантиметров получается вот видите таком положении должна быть колонка обдувочная если она в другом положении можно по-другому закрутить допустим вот так плачмя тогда будет вода собираться и будьте мой проблема сейчас я подойду к шлангу к обдувочному и покажу наглядно в общем-то информации практически нет то что я вам даю я считаю что это очень хорошая информация вот концевые краны обычно идут труба на 32 соединяется такой колонкой видите все они вот таком положении собраны сейчас покажу почему приваривается к трубе я делаю метр это вполне нормально так как зимы разные есть если допустим снега много летит очень удобно на метр поднял высоту значит и когда снег много падать и все равно получается выше головки рельсы ходишь примерно 30 сантиметров уже высотой тебя получается 70 сантиметров то есть ее почти никогда не заметает эту колонку ну вот подошли мы к обдувочным шлангам вот когда так называемой лягучки вот и объясню почему так ваша смотрите вот раз в разобранное состояние это я называю лягушкой видите у меня кран также собран вода не попадает и соответственно зимой не замерзает сама труба сейчас мы так одеваем вот так вот раз одели и застопорили его шланги шланги сделаны так трубка что на конце она полдюймовая на конце видим специальная штука которая долбить лед у нас еще сделали такие на полдюйма поставили шаровые краны чтоб можно было перекрыть любой момент когда надо открыть сейчас я вот покажу вам открываю кусок об видите и теперь для обдув у меня сейчас закрыто кран закрыл можно поговорить или еще что-то чтобы не та самая как говорится но сам шланг не сгибать полностью вот для этого мы поставили шаровые краны на полдюйма и труба тоже на полдюйма длина трубы здесь я бы сказал что для лучшего обдува лучше сделать высотой метр двадцать метр тридцать чтоб удобно было подлезть под шпальные ящики и когда дует выдуваете снег обязательно одевать очки потому что осколки осколки летят как снега льдинки так и камешки можно немножко пораниться вот здесь ведь у меня высотой 30 сантиметров примерно труба от земли и вот получается что колонка ну то есть получается метр но я ее укоротил получается от трубы 70 сантиметров никто вам эту информацию не скажет очень удобно я думал что действительно на железной дороге какие-то существуют именно точный порядок а вот трубопроводы укладываешь там бывает точный порядок то 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 здесь как такового нет но что углублять когда под шпалами прокладывать трубу желательно от конца шпалы от конца шпалы на 40 сантиметров глубже укладывать тогда вы не будете мешать службы пути потому что если они начинают подбивать в преской этого преска она бывает трубы пробивают вот у меня видите на земле здесь лежит труба ну и ничего страшного вместе с гусаком гусак поднят на метр 10 где-то на метр очень удобно даже снега вот так насыпет сантиметров 40 50 его все равно будет видно хотя у нас в эстонии уже таких давно зим нету как говорится снежных но все равно раз на раз не приходится но компенсаторы если вы новые кладете новую станцию делаете и обдув подводите желательно ставить компенсаторы на пол километра два компенсатора это очень здорово но можно один на пол километра тоже неплохо да даже ему одного вполне хватает но если нет то ничего страшного тогда как говорится летом трубу укладывайте они или осенью они изгибаются получается так что зимой трубы не натягиваются натяжку дают но все равно получается так что трубы не вредят то есть не ломаются вот видите у меня здесь труба она вообще так посмотрим да изогнута ну и ничего работает желательно конечно настойки ставить для того чтобы она не гнила не гнила они вот если на земле лежат снизу очень сильно гниют но опять же практика и опыт работы показывает 30 лет на пневмосистеме что лучше на земле чем землю закопать если землю будете закапывать то желательно закапывать сантиметров на 20 хотя бы трубу не на 5 потому что на 5 сантиметров это маловато и она еще быстрее гниет чем когда на земле лежит вот такое дело ну и это самое скажу если влагоделитель есть и есть холодильник и сушилка это очень здорово а если этого нету просто ресивер как говорится но ничего страшного ресивер он тоже забирает влагу как влагоделитель просто надо чаще внизу открывать кран или крышку воду сливать вот а ну это как чаще если допустим зимой работы то зимой вот желательно когда плюсовая температура вот этими делами заниматься с плюса на минус минуса на плюс это необязательно но в общем то все что я хотел сказать какие-то вопросы будут пишите не стесняйтесь с вами был дэн железнодорожник 30 лет пневмосистеме работаю вот практика стаж и опыт есть работы всегда подскажу потому что действительно не всегда найдешь полезную информацию спасибо